Здравствуйте! Вы смотрите новости пятого канала в студии Денис Шабуров и в самом начале коротко о главных темах сегодняшнего выпуска. Бюджет исполнен на 99%. Считаю это очень хорошее исполнение. В администрации Каннска состоялась очередная 14-я сессия городского совета. На ее повестке стояло 7 вопросов. Тут уже считать, что почти полсибири собирается побороться, попытать свои силы. В Каннске завершился 15-й юбилейный турнир на призы мастера спорта международного класса по самбо Юрия Пермякова. Этой земли сегодня в гильзе мы привезли сюда, чтобы вручить городу Каннску. Соревнования, приуроченные ко дню пограничника, завершились для города не только награждением победителей, но также неожиданными подарками всему Каннску. И теперь обо всем подробнее. Депутаты Каннска сегодня заседали на 14-й очередной сессии городского совета. В повестке стояло 7 вопросов. Среди них приватизация муниципального имущества, передача одного из зданий в федеральную собственность, внесение изменений в график приема граждан, образование комиссии по премированию депутатов и, конечно же, самый главный вопрос – отчет об исполнении бюджета города за 2021 год. Сессия прошла, как всегда, хорошо. Вопрос, самый важный был – отчет по бюджету за 2021 год. Бюджет составил 2 миллиарда 986 миллионов. Бюджет исполнен на 99 процентов. Считаю, это очень хорошее исполнение. Самое нормальное исполнение было по ЖКХ – 95 процентов. Но это связано было с тем, что год, опять же, был, так сказать, ковидный и немного не получили до денег. После снятия ограничений в Каннске и Каннском районе заметен приток мигрантов. На данный момент всего зарегистрировано 936 иностранных граждан, тогда как за аналогичный период в прошлом году их было всего около 600. Также среди мигрантов заметен и рост преступлений. В основном это нелегальное нахождение на территории Российской Федерации. «Основные нарушения – это у нас неподача уведомлений иностранными гражданами. Это кто РВП и вид на жительство имеет, они должны ежегодно подавать уведомления. Потом цель въезда, заявленная, грубо говоря, если цель въезда – он работа, он должен в течение месяца подать на патент. Он не подает, соответственно, мы составляем протокол, что не соответствует цели въезда. Ну и, соответственно, нелегалов. У нас в этом за 4 месяца мы 4 человека уже нелегалов выявили и, соответственно, направили их на родину. Это вот основная масса по 18-й. Потом в ходе рейдовых мероприятий по местам массового скопления, по ТПК выявлено практически 18 административных правонарушений на иностранцев и 35 административных правонарушений на работодателей, кто в нарушении установленных нормативных документов привлекает рабочую силу с нарушением федеральных законов. 90% мигрантов приезжают в Каннск и Каннский район с целью заработка. 300 человек из прибывших – граждане Узбекистана, 290 из Таджикистана, 100 из Китая, чуть более 50 человек приехали из Армении, Азербайджана и Киргизии. 16 прибыли из Украины, 2 граждана из США. Мы продолжаем показывать серию интервью под названием «Общественное мнение». В них мы поговорим с активными жителями города о благоустройстве правобережной набережной, о том, какой ее видят горожане и о планах ее дальнейшего развития. Напомним, набережная реки Канн участвует во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Вы смотрите 5 интервью из серии сюжетов «Общественное мнение». И сегодня моим собеседником стала Ольга Каратаева, директор центра семьи «Каннский». Ольга Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. К вам в первую очередь вопрос как руководителю детского коллектива. Расскажите, как вы видите использование набережной для детей и вообще какие вы площадки хотели, может быть, здесь видеть? В первую очередь набережная должна быть безопасной. Безопасной в плане спуска к воде, велодорожек и дорожек для пешеходных прогулок. Необходимо, чтобы это пространство было доступным как для всех категорий пользователей, в том числе маломобильных групп и мамочек с колясками. На мой взгляд, здесь очень актуально будет детский маршрут, который будет оснащен площадками для игрового и спортивного оборудования. Ну и, конечно же, понимание, что на площадке будет много детей, а их точно будет много, потому что это место будет востребованным, желанным, жители его ждут. Необходимо продумать климатический комфорт пребывания на набережной, сделать навесы от осадков, ветра и прямых солнечных лучей. Учитывая опыт объектов, которые сдавали ранее, стоит предусмотреть хозяйственную инфраструктуру, освещение, урны, общественные туалеты. Но уйти совсем от ошибок не получится, потому что на то он и опыт, а такой опыт в городе Канске у нас не настолько богат по благоустройству территорий. Я думаю, что надо просто каждому жителю не оставаться в стороне, не ждать, когда кто-то отконтролирует, самим активно принимать участие. Мы знаем людей, которые ответственны за объекты, в свое время надо доносить пожелания, недочеты. Я думаю, что общими усилиями у нас все обязательно получится. И наш проект будет лучшим в Красноярском крае. Какие мероприятия для детей здесь можно проводить? И готов ли центр Семьяканский задействовать данную территорию для воплощения своих идей? В учреждении есть хорошая практика проведения праздников двора. Но так как район Северный предмостный, это у нас большой район, и здесь проживает очень много ребятишек, то на этой площадке мы можем организовать детские праздники. Я вообще так уверена, уверена на 100%, что это место станет общим местом притяжения всех жителей города и гостей. Конечно же, такие мероприятия, как выпускные балы, они будут очень здесь актуальны, потому что набережная, именно та природа, которая будет окружать, это всегда будет красочно, это всегда будет ярко. На свежем воздухе все мероприятия, они очень полезны и хороши. Наверняка вы уже обсуждали проект с коллективом, да? Вот расскажите, что говорят ваши коллеги и какой они видят эту набережную? Конечно, проект набережной обсуждался и в коллективе, и думаю, сейчас только ленивые не обсуждают. Те идеи, в принципе, которые предложили на сегодняшний день проектировщики, они яркие, красивые, и дополнить что-либо больше, ну, я думаю, что непрофессионалу очень тяжело. Ольга Александровна, спасибо большое за беседу, всего доброго, до свидания. До свидания. День детства в Каннске в этом году планируют провести с широким размахом. 1 июня в Центральном парке культуры и отдыха развернется более 20 различных площадок, на которых каждый маленький горожанин найдет для себя увлечение по душе. Кроме того, участие в празднике примет и детский развлекательный комплекс «Портленд». Специалисты также подготовят свою площадку. Ну, а основным на мероприятии станет театрализованное представление. Мероприятия все начнутся 1 июня в 11.00. На территории парка будет расположено около 20 игровых, интерактивных, развлекательных площадок. Практически выходят работать в этот день все учреждения бюджетной сферы города. Это и учреждения культуры, учреждения образования, учреждения спорта, учреждения молодежной политики. В 11 часов на главной сцене, которая у нас там расположена, начнется театрализованное представление в мире сказок. И в это же время на территории парка будет проходить сказочный квест. То есть любой ребенок найдет для себя развлечения именно по своему вкусу. Поэтому мы приглашаем всех горожан, всех детей посетить 1 июня в 11.00 в городской парк культуры и отдыха. Сразу после небольшой рекламы расскажем о турнире по самбо, а также соревнованиях, приуроченных ко дню пограничника и другую интересную информацию. Не переключайтесь. Продолжение следует... Дилерские договоры с ведущими поставщиками и производителями страны, индивидуальный подход к каждому клиенту позволяют обеспечивать максимальное наличие ассортимента запчастей и принадлежностей для ремонта техники. Трактор «Деталь» с 2019 года является официальным дилером марки «Штиль» и осуществляет продажу гарантийное и послегарантийное обслуживание всего ассортимента этой марки. Трактор «Деталь» осуществляет доставку товара собственным транспортом до склада покупателя. Трактор «Деталь». Мы всегда готовы к сотрудничеству. Сёгуньи новые выгодные наборы. Набор «Мудрый китайц». Лучшие наши роллы со сгикой 22%. Сёгун24.ру. Телефон 219-19-19. В Каннске завершился 15-й юбилейный турнир на призы мастера спорта международного класса по самбо Юрия Пермякова. Местные самбисты встретились на ковре со своими соперниками из других городов Сибири. Подробности в сюжете Кристины Куч. Куда ты на него пошел? В отече. 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 Местные спортсмены со взрослым характером. На турнире, который прошел в нашем городе, собрались самбисты из Красноярского края, Кемеровской области и Республики Хакасия. Участие в нем приняли юноши возрастной категории от 12 до 15 лет. Рвение к победе у этих ребят было настолько мощным, что при неудачном выходе некоторые из них не смогли сдержать эмоции. Ведь азарт у борцов в крови. Три схватки у меня сегодня пока что. Сейчас остался финал. Надеюсь в финале победить. Соперник тоже наступает на ноги. Конкуренция, конечно, высокая. Так как мы привыкли бороться на уровне Каннска, Красноярска. Тут уже считать, что почти пол Сибири собирается побороться, попадать своей силой. Бороться за призы мастера спорта международного класса по самбо Юрия Пермякова приехали 97 спортсменов. Практически все ребята приезжают на турнир в наш город не впервые. Они-то и рассказывают, соревнования с каждым годом становятся все сильнее. По сравнению с предыдущим годом стало намного тяжелее. Я поменял свою весовую категорию. Я в прошлом году был 49, сейчас 53, поэтому стало намного тяжелее. Соперники сильные достаточно. Многие новички тоже хорошо борются. Нашлись и те борцы, для которых сами соревнования прошли на одном дыхании. Дискомфорт они ощутили лишь в том, что находятся в чужом городе. Схватки довольно легкие, прям легко даются. Как тебе соревнования в чужом городе? Некомфортно. Нет, некомфортно как-то. Ну не та обстановка. У себя там все привычнее, ты все это видел и знаешь, а здесь все по-другому. Поздравить ребят приехали многие заслуженные мастера спорта. Сам Юрий Пермяков и глава Канска. Для нашего города это юбилейный 15-й по счету турнир, который стал одним из самых масштабных за все время и прошел на высоком уровне. В этом году намного легче и проще проводится. И у нас тихо, хорошо, у нас вообще без замечаний, без травм идет. Дети все живы, ни один не сломался, потому что все зависит отсюда. Вовремя надо остановить встречу, вовремя надо разобраться. Ну были мелкие такие вопросы, которые мы разбирались, на виде повтор, смотрим и приходим к единому решению. Я как главный судья соревнований, я делаю последнее решение заключения за мной, потому что я решаю, я беру ответственность на себя. Соревнования по самбо проходили два дня. И по результатам турнира к каннским борцам Казакову Тимофею, Бабаеву, Амару и Панкратенко Александру удалось взять золото. Серебро у Тутикова Яна. А бронзу забрали Меняев Эдуард, Лой Кирилл, Шаяхметов Богдан и Адиканков Семен. Кристина Куща, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. В Канске состоялись соревнования, приуроченные ко дню пограничника. Команды из разных школ города состязались в умении быстро собирать, разбирать оружие, знание истории пограничных войск, а также стрельбе. Помимо этого, на мероприятии произошло два значимых для Каннска события. Подробности расскажу далее. Как оказалось, в стрельбе каннские школьники очень даже хороши. Первый этап соревнований, посвященный к дню пограничника, старшеклассники проходили без особых проблем. Помимо мишени, участников ждал также автомат для неполной сборки-разборки, канат для перетягивания и вопросы на проверку знаний истории пограничных войск. На удивление, сдача таких билетов для ребят оказалась самым простым испытанием. Как они говорят, все благодаря школе. Теоретическая часть – это уже другое. Это уже знание, в основном, из учебников, где-то от учителя технологии, УБЖ. Так как он у нас служил, много чего рассказывал, ну и из учебников истории много. Думаю, скорее всего, разборка, сборка будет сложная очень, очень трудная, очень все волнительно. Всего в соревнованиях приняли участие команды из 11 образовательных учреждений города. Но помимо них, мероприятия посетили и представители региональной организации патриотического воспитания «Застава Отечества». А поводом для этого стало присоединение к ней Каннска, которое в будущем даст местным пограничникам больше возможностей в организации подобных мероприятий. Будем больше общаться с ребятишками в школах, в техникумах, в лицеях, ну и, соответственно, кадетский корпус. Но не только присоединение Каннска для пограничников из Красноярска стало поводом приехать сюда. Представители «Заставы Отечества» также привезли городу подарок в виде гильзы, наполненной землей Новороссии. Побывал именно на той земле, пропитанной потом и кровью, тех десантных групп, которые высаживались для освобождения Новороссийска. Поэтому познакомился там с ветеранской организацией, тоже очень рад с ними знакомству. Взяли мы там землю, мне, естественно, музей выдал сертификат, и эту землю сегодня в гильзе мы привезли сюда, чтобы вручить городу Каннску. По итогам соревнований третье место взяла команда из 21-й школы, вторую у техникума отраслевых технологий и сельского хозяйства. Ну а лидером стали старшеклассники из 15-й школы. К слову, одна из участниц команды золотых призеров показала ей лучший результат среди девушек в неполной сборке-разборке автоматом 35 секунд. Среди парней за 31 секунду с АК-74М справился ученик 22-й школы, также установив личный рекорд. Денис Шабуров, Александр Минеев, телекомпания Канск, 5 канал. На этом у нас все. Сразу после выпуска вас ждет рубрика «Полезно знать». А с вами был Денис Шабуров. Всего доброго, до свидания. Кит. Корма, полноценные для молодняка, сельскохозяйственной птицы, всех видов с первых часов жизни. В составе натуральные ингредиенты с высоким содержанием белка, витаминов и минералов, что обеспечивает высокий иммунитет, быстрый рост и повышенную продуктивность птицы. Папа! Агенты, прохожу первый периметр безопасности. Приготовились. Три, два, один, три! Есть! Агенты, спасибо за поддержку. Миссия выполнена. Сюрприз! Сюрприз! Настрой свою безопасность. Подключи домофон 2.0 от компании «Орион Телеком». Новое поступление в магазине «Старт». В наличии мопеды «Альфа», подростковые квадроциклы фирмы «Сафари». Также всегда в наличии велосипеды, трюковые и детские самокаты. Скейты и роликовые коньки для детей и взрослых. Ждем вас в магазине «Старт» на предмостной 14. Только на ценолом.ру. Шок цены на смартфоны. Например, смартфон «Сяоми Редми 9А» можно купить на 3 тысячи дешевле. Всего за 7999 рублей. Ценолом. Дешевле некуда. Слуховые аппараты 26 мая с 12.30 до 13.30 в городском Доме культуры улица Ленина, 10. Справки и вызов специалиста на дом по району по телефону 8905-942-4362. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!